У нас есть такая игра в правду. Мы заканчиваем передачу всё время тремя вопросами. Значит, как в неё играют? Здесь есть карточки с вопросами четырёх цветов. Вопросы разделены на откровенные, неловкие, свободные и вопрос на подумать. Вот такая карточка, это даже вопрос на подумать. До сих пор не знаю, что это такое. На подумать. Значит, здесь четыре фишки, таких камушков. Вы вытягиваете фишку соответствующего цвета, выбираете карточку, читаете вопрос. Хотите, отвечайте. Хотите, не отвечайте, это тоже ответ всегда. Да. Так, давайте, Евгений. Один. Ну, сперва один, да. Вообще всё. Всего требует, да. Вот, всё. Вот, так. Это белый вопрос, это белая карточка, свободный вопрос. Ну, собственно, они здесь все одинаковые, эти карточки свободные. Вопросы-то я вам задаю. Такой вопрос, да. Да. И вопрос следующий. Меня интересует. Вот вы рассказывали, что ваш папа пел, будучи морским офицером, что это было по репертуару? Он пел советские песни, он пел что-то вот народное, фольклорное. Что это были за песни? Они с мамой пели дуэтом. Так. И пели они ваше платье, белые горошины, они профессионалы дуэты. Папа у меня из детдома. Он никогда не знал ни одной ноты, он не учился музыки никогда. Он играл в любой тональность, в любой тональность, моментально. В первых, вниз, моментально. Но так как он не знал ноты, он выходил на сцену, их объявляли. Дуэт Сильбы и Эдвина, поют Аркадий и Идея, маму мою звали Идея, да? Ирчакова. Они выходят, он говорит, Идочка, он ее звал Идочка. Напомни мелодию, пожалуйста. Она говорит, Аркадий, ты что с ума сошел? Эдвин, Сильба, каждый день поют. Я умоляю, две ноты первые, я упрошу тебя. Она, папа, папа, папа. Она говорит, Эдвин, он меня замучил, он не помнит, он совершенно не помнит. Потом, говорит, не ту ноту взял и взял, говорит, вот сейчас вы чихнули, вы мне помешали. Вот почему вы чихаете? Вот вы, я забыл музыку. Потрясающе. Человек не тем делом, похоже, занимался всю свою жизнь. Ну, давайте еще один вопрос. Вот, опять свободный вопрос. Вот вам повезло, здесь такие есть вопросы. Я очень люблю, когда красные вопросы. Да, вот вам повезло, у вас свободный вопрос. Вот, поэтому я ничего такого, что вот здесь, вот, знаете, карточки. А, там что-то такое, да? Просто не решусь, да. А было бы интересно. Тогда вопрос про то же самое, про пение. Ваш сын, который тоже поет, он поет то, что... Вы его репертуар определяете. Потому что понятно, что, и то, что я видел на Ютьюбе, исполнение песни из фильма «Мама», это понятно, чем выбор постулирован. А, в принципе, какую он музыку слушает? Наверняка же не такую, которую слушают его старшие братья-сестраи. Удивлю, и удивлю всю Москву. Он поет пародии. Он пародирует Лепса. Лепса? Да. Если бы он был сейчас здесь, он вам спел. Все еще раз приходите с ним. А он поет, он поет парус, порвали парус так, своим голосом. Вот, минус фонограмму. Зал просто ревет от восторга. Он пародирует Киркорова, Данилку. Он поет пародийный жанр. Но, тем не менее, он сейчас поет, у него коронная песня «Гимн Москвы». Он недавно пел в огромном 3000-м зале Дворца спорта в Измайлово. Он пел эту песню. Я по свету немало хаживал. Когда 9-летний ребенок поет, я по свету немало хаживал. Это неплохо. Ему мощь. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». «Москва-24».